Ну что, получила посылочку с подвесами от Максима Энверовича Мунджи. Он также живет в Казани, как знакомый наш старый Петр Заводнев, Царство Ему Небесного. Ну вот Максим продолжает его технологию подвесов, тряпичные, с пропиткой. Я заказал эти подвесы на такую акустику, как Х17, это значит Генри Квоз. Их в свое время делал, им конечно уже 54 года, 68 года у меня колоники. И вот на них подвесы от времени, они тряпичные, но они стали как марли, они прозрачные, ну в смысле на свет смотришь и видно лампочку. А все-таки колонки закрытый ящик, соответственно должна быть полная герметика, а герметики нет, потому что воздух гуляет сквозь подвесы туда-сюда. Я вот с ним переговорил, дал мои размеры и он мне сделал по размерам, попросил его, чтобы он сделал их мягенькими. Потому что я читал, когда сами колоники делали, у них были очень мягкие подвесы, такие легкодвигающиеся. Давайте сейчас откроем, глянем, что за у нас тут такая посылочка. Вот подвесики. Так, такие черненькие. Давай-ка их сейчас потрогаем. Ну вообще очень мягкие, очень, ну как бы я думаю, что такие, наверное, не должны быть. Чтобы там диффузор просто двигался от любого там прикосновения звука, от любого дыхания. Вот так, ровненько. Сейчас я их прикину, примерю. Ну я вроде размер давал там, ну может там миллиметр туда-сюда, я думаю, не критично, конечно. Главное, чтобы они стали к диффузору. Так, ну вот у нас получаются родные подвесы. Если вот близко посмотреть, не знаю, насколько видно. Ну вот видно, там уже практически просто ниточки такие торчат. На американских форумах я читал, там есть какая, вот здесь хорошо видно, вот видите, вот он. Тут вообще там держится там на чистом слое, просто ниточки какие-то. Значит, на американском форуме я читал, у них есть специальная какая-то жидкость. Там у них вот на калашке они делают, потом на эрке, а эрке тоже у них там тоже, так понял, тряпичные подвесы. И вроде они как бы мажут, и оно дает герметичность, как бы оно получается, типа как прорезинивают ее, типа я не знаю, что за там масть такая, ну какая-то специальная. Потому что некоторые делали с герметиками, ну говорят, они портили подвес. Ну я думаю, что подвес становился слишком плотный, и получалось, что он, ну, уже не работал как надо. Он такой вообще очень, очень мягенький, ну в смысле такой легенький. Вообще, Генри, он делает очень такие интересные диффузоры, и подвесы, они очень легкие. У меня вот адвенты есть тоже, на адвентах тоже, вот пальчиком трогаешь, он прямо, пупух сразу двигается так. И вот они там пишут, ну вот я как бы так подумал, думаю, что все-таки если новая подвеса, то это будет более серьезнее. Потому что мазилка, она, конечно, мазилка, но она, наверное, ну это если еще были более-менее подвесики живые, ну они, ну что там, ну тряпочка совсем, не знаю я. Короче, я решил заказать все-таки подвесы. Спросил у Максима, они сказали, будут плотные подвесы, воздуха они пропускать не будут, так как колоночка закрытая ящика, она будет работать как надо. Потому что, ну вот смотрите, вот видите, раз, раз, ну что он прыгает? Он не должен прыгать, он, получается, я должен нажать его, и он должен потихонечко выпрыгнуть. Потихонечко, он раз, ну, тут получается, не закрытая ящика, вообще ничего. Так, ну-ка давайте примерим-ка подвесик. Так, ну, смотрите, вот, значит, не, это, глаз-алмаз у меня, снял размеры точно, он, видите, стал как родной, вообще идеально, все четко, все здесь, 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 ну, все, вообще. Ну вот, поменяю на них подвесы, если будет та герметичность, какая должна быть, я думаю, они будут просто шикарно звучать. Колонки очень, на удивление, очень хорошие. Я вот поменял у них в фильтрах все конденсаторы, и они просто запели совсем по-другому. Потому что там были конденсаторы, они были все мертвые, не просто, они просто были в ноль. Они там не то, что там убежали вперед-назад, они просто были мертвы. Конечно, те люди, кто и слушал эти колонки, понятное дело, говорят, что они звучат плохо, они, в принципе, и не могли с такими конденсаторами звучать. Я поменял конденсатор, они просто запели. Запели идеально. Только басов, да, не хватало, чувствовала, что басы есть, но не те, которые, я так думаю, они должны издавать. Ну, ничего, переделаю, проклею, потом уже сниму еще видео со звуком. Я их, в принципе, отреставрировал, зашкурил, маслицем покрыл, и вот мордочку покрасил. Мне нравится мне просто ДСП, пей морзу, что такое-то, хоть-хоть черный цвет, матовый, хоть как-то смотрится. Ну, все, ладненько, до следующей связи, потом сниму еще, что у меня там получится. Так, ну вот, подготовка идет динамиков к клеению подвесов. Старые подвесы я отклеил, значит, все здесь отмыл, очистил старые подвесы. Ну, вот они, старые подвесы, конечно, в принципе, тряпка как бы, ну, какая-то она все-таки от времени, конечно, тоже не та тряпка, думаю, какую ее клеили на новый сам басовик. Басовик, и все, она уже и пересохла как-то, вот там и видно вот эти все ее изъяны, все ее вот внутри вообще на что-то там вообще просвечивается. Вот, и второй, кто-то уже пытался, видать, уже чем-то мазать. Как бы он промазан, а он еще плотнее, еще жестче, чем первые. Ну, тоже уже он, да нет, просвечивает он, видно, да, он просвечивает, он тоже не держит герметичности в нем никакой. Поэтому я решил, что их надо заменить, так как, если бы не было бы совсем ничего, ну, конечно, я бы, наверное, попытался бы их как-то там, да, какой-нибудь мазью, там, то, что рекомендуют, помазал бы. Ну, если у нас есть такие ребята, которые могут изготовить новые подвесы с тканью, в принципе, я думаю, ну, максимально приближенно к оригиналу, не знаю, конечно, Генри Кос, насколько рассчитывал, ну, думаю, что Максим не хуже сделал. Подвесики очень хорошенькие, очень мягенькие, очень плотненькие, пытался продуть их, не продуваются, они герметичные они. Размерчики, как я уже говорил, подобрал я хорошо, Максим все сделал четко, сложатся, вот, как видите, они отлично. Сейчас вот я все прочистил, подготовил их наклейки, потом уже, сам процесс, скорее всего, не буду снимать, как клею, там, долго тогда, смысла я не вижу. Уже, когда наклею, еще сниму, как они, ну, соответственно, в работе я их сниму, как они будут работать. Вот, пока на этом все. Так, ну вот, закончил я с подвесами, наклеил. Так, все, оцентронно, ничего, нигде не цепляет, не хрустит, не хрипит, все нормально работает. Да, мы сейчас им посохнут, пусть сутки, сутки посохнут, и проверим. Ну, в принципе, и подвесы, конечно, легли идеально, все отлично, мне нравятся, мягенькие они. Смотрите, как они, очень такие, я думаю, что они не уступают родным. Родные в свое время, когда их делали в 68-м году, 44 года, 54, говорю 44, 54 года назад, где-то примерно такие были. Ну, работает все хорошо. Ну, все, пока на сегодня. Завтра уже, наверное, их установлю. И послушаем. Хотя еще завтра, к вечеру, не раньше, потому что сейчас уже ветер, 8 часов. Потому что, пускай сутки сохнут, клеюсь, все-таки надо схватиться где-то в течение суток, он более-менее набирает, уже в свой максимально, как говорится, высохранится. Ну, мне нравится. Хорошо, когда есть такие люди, которые делают подвесы, то просто возвращаясь к жизни, у меня нормальные динамики становятся. Так, ну что, вот, короче, закончил я с подвесами, приклеил их, собрал, припаял динамики на место, еще не включал, но получил тот результат, который я хотел. Короче, вот даже, смотрите, так вот, я давлю на динамик. Видите, он двигается еле-еле, еле-еле. Вот видите, раз, вот это я понимаю. Закрытый ящик стал, герметичность полная. Динамик не прыгает, он просто потихонечку вылазит, как и должен быть. Значит, у него полная герметичность. Очень хороший подвес, я рад. Конечно, Максим, хорошие подвесики сделал. Ну что, получается, сейчас их подключу, и уже хочу проверить, какой же будет звук, как что они будут издавать. Ну, очень, конечно, большие надежды, что они сыграют так, как я думаю. Я обычно, практически, всегда слушаю в последнее время колонки закрытый ящик. Мне очень нравится этот бас. Поэтому думаю, что они также должны отыграть, как и задумано нашим Генри Клоссом, который делал прекрасную акустику. Ой, ну вот она. Не знаю, колпачок может потом как-то подзакрашу, чтобы они были идентичны. Потому что этот колпачок чем-то мазали, красили, бедняг. Не знаю, на что они там что-то делали. Зачем? Типа, чтобы герметичный был. Так он, по-моему, вообще не имеет роли к этому никакой. Он на катушку уже идет. Я думаю, если Генри Клосс сделал из тряпочки его такой, значит он так и должен быть. Зачем его мазать-то? Я понимаю, мазать сами подвесы, чтобы они как бы дали герметичность. А этот колпачок-то вообще не вижу смысла. Ну кто-то, видать, там умник такой сделал. Поэтому я не знаю, просто может чем-нибудь так темненьким подмазать, чтобы хотя бы так. Получается один черный, другой желтый. Ну все. Потом уже включу саму запись. Музыку послушаем. Надеюсь, что будет звучать классно. Так, ну что, вот контрольная проверка. Вот видите, как он хорошо работает. Еле-еле, раз-то туда, тихонечко и назад. Я обычно так проверяю, вот именно на герметичность колонки. Ну и заодно плюс-минус, что я там все правильно припаял, перепроверяю. Так что, ну вот, на плюс нажимаю и все идет как положено. Ну и все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok